Вот уже 36 лет прошло со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Все мы понимаем, каким ужасом для всего человечества обернулась катастрофа. Сколько ресурсов и сил было затрачено для ликвидации последствий? Впоследствии виновники аварии найдены и осуждены. Но были ли они в полной мере виноваты за случившееся? Осужденный по статье 220 Уголовного кодекса СССР, заместитель главного инженера Анатолий Дятлов до самой смерти отрицал свою вину. Единственной причиной катастрофы в 1986 году явилось это совершенно неприемлемое для эксплуатации качество реактора. Что же конкретно мог сделать Дятлов? Что повлекло за собой такие глобальные проблемы? Справедливо ли он осужден? Был ли кто-то еще замешан в аварии? С вами Техно-2 и мы начинаем реконструкцию событий тех лет и расскажем о том, как это было на самом деле. О жизни Анатолия Дятлова известно мало. Родился в селе Атаманово и рос в простой семье. Проучился 7 классов. Пошел в Норильский техникум горной металлургии на электротехническое отделение. Закончил с красным дипломом. Спустя три года работы в местном предприятии он отправился в МИФИ, где смог получить квалификацию инженера физика по специальности автоматика и электроника. Дальше Дятлова по распределению отправили работать в судостроительный завод имени Ленинского комсомола в городе Комсомольск-на-Амуре. Он был скорее физиком-теоретиком и никогда не работал ранее на АЭС. Но при этом в 1973 году его перевели в строящуюся Чернобыльскую АЭС. За несколько лет дослужился до заместителя главного инженера станции по эксплуатации и получил награды – знак почета и орден трудового красного знамени. Если судить по материалам суда над Дятловым, на работе он проявлял грубость, медлительность и постоянно делал все по-своему. Смотря на показания, он был несправедлив. Продвигал на место физиков управленцев, знакомых с Дальнего Востока. Устраивал скандальную обстановку на станции и ругался на оперативную смену. За это многие работники его не уважали. Почти то же самое было показано в сериале от HBO «Чернобыль». Из записей Григория Медведева в «Чернобыльской тетради». Странная манера держаться. Нагнутая вперед голова, ускользающий взгляд мрачных серых глаз, натужная прерывистая речь. Казалось, он с большим трудом выдавливал из себя слова, разделяя их значительными паузами. Слушать его было нелегко. Характер в нем ощущался тяжелый. Прогноз относительно Дятла подтвердился. Неповоротлив, тугодум, тяжел и конфликтен с людьми. Так вот, способен ли был Дятла в мгновенно единственно правильной оценке ситуации в момент ее перехода в аварию? Думаю, что не способен. Более того, в нем, видимо, не был в достаточной степени развит необходимый запас осторожности и чувства опасности, столь нужных руководителю атомных операторов. Зато самонадеянности, неуважения к операторам и технологическому регламенту хоть отбавляй. Правда, сам Дятлов в книге «Чернобыль», как это было, считал свой приговор несправедливым. Его начали считать, по сути, главным виновником аварии. По его словам, он был строгим начальником, но справедливым и компетентным. Всегда действовал по инструкциям. Коллеги, с кем Дятлов был знаком еще по работе в Комсомольске-на-Амуре, думали так же. Слова Дятлова в его же книге. «Во всяком случае, за время работы никто из подчиненных не ушел из-за невозможности со мной работать. Может быть, жестковат, но не более. Был требователем, да. Мне трудно судить, каким я был начальником. Владел ли я искусством общения. Все-таки, думаю, был я не самым плохим. Как я вообще к людям относился? Как кто того заслуживал, так и относился. Причем на производстве для меня имели значение только качество работника. Сознавал, что невозможно набрать 200 с лишним человек, приятных во всех отношениях. Не было, кому бы я давал поблажки, так и тех, кому бы придирчиво относился». Вернемся к роковым дням. На 5 апреля 1986 года были намечены плановые работы по предупредительному ремонту 4-го энергоблока ЧАЭС. Во время подобных работ идут эксперименты над оборудованием. Предполагалось проведение выбега ротора турбогенератора, по которому кинетическая энергия турбогенератора в случае его отключения должна была обеспечить энергией насосы для охлаждения реактора. На Чернобыльской станции уже трижды проводили испытания. По различным причинам эксперименты проваливались. Высшее руководство требовало провести эти испытания перед праздником 1 мая. Никто не смел возразить приказу. По утвержденному ведущим инженером Фоминым, плану уже были отключены системы аварийного охлаждения реактора и снижена мощность реактора на 50%. Когда раздался звонок от диспетчера «Киевэнерго», запретившего дальнейшее уменьшение мощности до 26 апреля. В таком режиме реактор РБМК проработал до 23 часов и 10 минут, когда диспетчер разрешил дальнейшее снижение мощности. Ссылаясь на книгу Дятлова, ночная смена еще 25 апреля достаточно ознакомилась с материалами предстоящих испытаний и была готова к такого рода эксперименту. Дальше было примерно так. При переходе с системы локального автоматического управления на автоматический регулятор общей мощности, оператор не сумел удержать мощность реактора на 700 мегаваттах, и она упала почти до нуля. А чтобы поднять мощность, вынули почти все стержни управления, тормозящие реакцию и перестали качать в реактор воду. Накопившаяся в результате этого реактивность уничтожила появившийся за 12 часов ксенон, тормозящий ядерную реакцию. Мощность реактора начала беспрерывно увеличиваться. 26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты 38 секунд Акимов, понимая, что что-то идет не так, сказал Туптунову, старшему инженеру управления реактором, включить кнопку аварийной остановки реактора. Автоматические системы отключения реактора уже давно были отключены вручную. Случилось непоправимое. То, что оставило темное пятно на истории человечества. 26 апреля 1986 года с 1 часа 23 минуты 44 секунд по 1 час 23 минуты 47 секунд произошло два мощных взрыва, разрушивших четвертый энергоблок. В блочном щите управления, где собралось все руководство смены, никто ничего не осознавал и не знал, что делать в такой ситуации. Далее Дятлов приказал пустить в реактор воду, чтобы охладить его, хотя четвертый энергоблок, грубо говоря, был разрушен. Позже Дятлов лично убедился в том, что произошел взрыв. Анатолий Дятлов писал «Это крах. Предельная катастрофа». По мнению Дятлова, неправильным решением было то, что он, потрясенный, сразу же после взрыва послал двух сотрудников опускать стержни вручную, чтобы охладить реактор. Когда Дятлов опомнился, возвращать людей обратно было поздно. Странно, что он в книге забывает о том, что вызвал подмену для Акимова и подверг радиационному заражению еще одну смену. После катастрофы Анатолий Дятлов мучился с неживающими ранами на ногах из лучевой болезни. Из больницы Дятлова выпустили в ноябре 1986-го со второй категории инвалидности. Он вновь учился ходить. В декабре Дятлова арестовали. Его допрашивали по 6-8 часов в день. Хотя медики заявляли, что его из-за тяжелого состояния можно допрашивать не более двух часов. Допросы шли три месяца. 7 июля 1987 года Дятлова и других подозреваемых в аварии, директора ЧАЭС Брюханова, главного инженера Фомина, начальника реакторного цеха Коваленко, начальника смены Рогожкина и инспектора Госатомэнергонадзора Лаушкина, привели в Дворец культуры Чернобыля для суда. Всех шестерых обвиняли по трём статьям. 167-я статья Уголовного кодекса УСССР «Халатность», 165-я статья Уголовного кодекса УСССР «Злоупотребление властью или служебным положением» и 220-я статья Уголовного кодекса УССР «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях и во взрывоопасных цехах». Несмотря на замечания Дятлова и других подсудимых и свидетелей, что до этого момента никто в СССР никогда не причислял АЭС к взрывоопасным объектам, прокурор заявил, что в этом суде руководствуется непривычным для всех регламентом решением Пленума Верховного суда СССР. Он был согласен с тем, что под его руководством расход воды двумя-тремя главными циркуляционными насосами превышал 7000 кубометров в час, из-за чего началось чрезвычайное парообразование, перегревшее и разрушившее топливные элементы. Также то, что после провала не повысил мощность до 700 мегаватт и оставил меньше 15 управляющих стержней, что сделало реактор слишком нестабильным. Он говорил, что нажал кнопку аварийного отключения слишком рано. Также то, что в момент предельного падения мощности реактора он отходил и не был у блочного щита управления, иначе бы сразу прекратил эксперимент. Но свидетели утверждали обратное. В итоге Анатолий Дятлов указывал на то, что персонал станции в тот день совершил только одно серьезное отклонение от инструкций – снижение показателя оперативного запаса реактивности до нерегламентируемого уровня. По его же словам, автоматическая защита реактора попросту не была рассчитана на такие ситуации, отчего от нее в любом случае не было бы никакой пользы. К тому же взрыв случился сразу же после срабатывания аварийной защиты, что было не предусмотрено. Несмотря на то, что эксперты говорили, что на случившуюся аварию ни одна АЭС не рассчитана, и конструкторы так и не дали обоснования полной безопасности использования реактора, при исполнении всех инструкций суд постановил – реактор взорвался из-за большого положительного парового эффекта. Виноват персонал станции. Хотя были некоторые оговорки о некотором несовершенстве конструкции реактора РБМК и недостатках автоматической защиты. Но эти причины признали незначительными на фоне действий работников. «Реактор не взрывоопасен при правильном использовании», – так писали научные руководители разработки реактора РБМК Александров. Главный конструктор реактора РБМК Дальлежаль и другие сотрудники Курчатовского института. Эту же версию представил академик Легасов в Вене для МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии. Легасова на суде не было. Дятлова признали виновным и посадили на 10 лет, несмотря на болезнь. Суд как суд. Обычный советский. Все было предрешено заранее. Анатолий Дятлов. Чернобыль. Как это было? На заседании Политбюро спустя пару месяцев после аварии шло обсуждение о том, что катастрофа с такой конструкцией реактора была неизбежна. Но материалы этого собрания засекретили, а советское руководство отказалось признавать свою вину в том, что допустило ошибку в использовании реактора. «Реактор не соответствует требованиям безопасности по важнейшим параметрам». Академик Легасов на заседании Политбюро ЦК КПСС 3 июля 1986 года. Ссылаясь на Госпроматомнадзор, Дятлов пишет, что конструкторы нарушили 32 пункта правил безопасности устройства и эксплуатации АЭС, а к взрыву могли бы привести как минимум 10 различных причин. Как к этому должны были подготовиться работники ЧАЭС, если им не было известно об этом. Как говорил Дятлов, взрыв реактора никак не был связан с экспериментом. Аварийная защита могла взорвать реактор во многих других случаях. А работников осудили из-за того, что Советский Союз не мог выставить себя в виновном в катастрофе, поэтому вина на персонале. Анатолий Дятлов отбывал наказание в двух колониях, несмотря на болезнь. Благодаря ходатайству сначала Андрея Сахарова, а после смерти академика, его вдовы Елены Боннар и других ученых, Дятлова в 1990 году освободили. Дятлов прошел лечение в Мюнхене, но постоянно мучился от последствий радиоактивного заражения и умер в 1995 году от сердечной недостаточности, вызванной лучевой болезнью. Дятлов пытался добиться того, чтобы сотрудников станции, работавших в тот день на ЧАЭС, перестали винить в аварии, чтобы общество обратило взор на тех, кто допустил эксплуатацию оборудования, что не отвечало стандартам безопасности. Люди могут по-разному относиться к Анатолию Дятлову. Считать, что он допустил халатность к своей работе, а можно считать человеком, который стал жертвой с течением обстоятельств. Главное помнить, что в той ситуации нельзя винить одного человека. Есть также конструкторы реактора РБМК и вышестоящее руководство, которые не реагировали на грубое количество нарушений на Чернобыльской атомной электростанции. А с вами был ВТЕХНО2, всего вам доброго, подписывайтесь на канал и помогите нам, если есть такая возможность. Увидимся, как обычно, в следующем выпуске на канале. Субтитры создавал DimaTorzok